Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Хотелось бы начать с того, что напомнить, что в Великобритании в четверг пройдет очередной референдум парламент. И рекомендую вам обратить внимание на разработку от Admiral Markets, которая называется «Защита от волатильности», которая позволяет как раз избежать риск исполнения ваших сделок на волатильном рынке. В видео с подробной инструкцией вы можете найти в описании к этому видео. Итак, давайте начнем, как всегда, с пары евро-доллар по паре евро-доллар. Мы видим на текущий момент продолжение восходящего движения, стремимся в область 1.13, ближайшая цель – обновить максимум в область 1.12.84. Тогда дальше уже пара пойдет в область 1.13. Ближайший разворотный уровень на текущий момент находится в области 1.12, минимум, который был зафиксирован в пятницу. Пара британский фунт также продолжает свое восходящее движение. Сегодня с утра уже обновили максимум понедельника, вчерашней торговой сессии, и ближайший разворотный уровень по данному инструменту находится в области 1.28.45. На сегодня подтверждение на продолжение восходящей тенденции мы получили. Пока пара будет торговаться выше отметки 1.28.44, основная тенденция остается на укрепление с ближайшими целями движения в область 1.30. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает штурмовать максимумы. Вчера смогли закрепиться выше отметки 0.74.76, максимум, который был зафиксирован 31 мая. Поэтому на текущий момент мы видим, что пара торгуется вблизи сопротивления областью 0.75.16. И вполне вероятно, после преодоления данной отметки мы сможем увидеть пару австралийский доллар, американский доллар уже в области 75.54. А преодоление данной области уже открывается предпосылки на дальнейший рост австралийского доллара уже в области 74. Поэтому пока в рамках краткосрочной и среднесрочной тенденции мы можем говорить о восходящем движении по австралийскому доллару. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое нисходящее движение. С сегодняшним импульсом уже также обновили минимумы, которые были вчера, и минимумы пятницы. Соответственно, ушли ниже отметки 1.10.20. Соответственно, следующая цель движения – это область 108.96, то значение, которое мы отмечали ранее. Тенденция продолжается на ослабление американского доллара. То же самое мы видим по паре американский доллар и канадский доллар. Вчера было обновление минимума пятницы, закрепились ниже этого уровня. К концу торговой сессии обновили еще раз минимум в последние несколько торговых часов. И сегодня с утра уже был обновлен минимум вчерашней торговой сессии. Соответственно, тенденция на ослабление по паре американский доллар и канадский доллар в краткосрочной и среднесрочной перспективе остается также на снижение. Ближайшая цель – это движение в область 1.33.87. После преодоления данного уровня уже открываются предпосылки на движение в область 1.32.37. Пара еврофунт немного скорректировалась от локальных максимумов, которые были зафиксированы в пятницу. Вчера не смогли обновить область 87.66. Закрылись ниже открытия. Поэтому здесь с данной парой важно обратить внимание на локальный минимум, который был вчера. Если уходим все же ниже данного значения, то начало коррекции по данной паре будет наиболее вероятно. Золото продолжает свое восходящее движение. Ближайший среднесрочный уровень пока стоит в области 1.259 долларов за тройскую унцию. Уровень краткосрочный, минимум вчерашнего торгового дня. Область 1.277 долларов за тройскую унцию также будет на текущий момент значимым. Ближайшая цель это уйти выше отметки 1.294 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent пока не смогла вчера обновить локальные минимумы, но и также закрепиться выше максимальные значения, которые были в пятницу. Нефть также не смогла. Поэтому здесь будем отслеживать сегодняшний торговый день. Если нефть уходит ниже отметки 48.61, то будет более вероятно продолжение нисходящей тенденции, то есть того тренда, который сейчас фактически мы и видим по нефти. В свою очередь закрепление выше отметки 50.19-50.20 может нам сказать о начале коррекционного движения по данному активу. Ну и индекс доллара. Сегодня с утра также обновили локальный минимум, который мы видели фактически начиная с 22 мая. Поэтому сейчас тенденция на ослабление индекса доллара также остается в приоритете. Есть вероятность коррекции в область 96.83, но основная тенденция остается нисходящей в среднесрочной, краткосрочной перспективе. Если говорить о краткосрочных уровнях, то это локальный максимум, который был вчера в области 96.92. Преодоление данной отметки может нам сказать о начале коррекционного движения по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман и увидимся на наших следующих обзорах. Спасибо и до свидания.